Так, ну что же, я так понимаю, все уже, в общем-то, готовы и все слышат. Так уж получилось, что мне делегирована была вводная часть нашего курса, уроков, семинаров, лекции, как хотите называйте. Сейчас мы с вами вместе посмотрим, что это будет. Я надеюсь, будет хорошо. Так вот, вводная моя часть заключается в том, что я немножко должен, буду рассказать про то, собственно, самые-самые истоки танго, про то, как оно начиналось и вообще, что этому предшествовало. Вот. Может быть, не все знают, будет интересно. Да, я думаю, даже те, кто много читал, тоже будет интересно, потому что, вот, я не знаю, мы все судим по себе. Вот, мне лично было очень интересно, при том, что я давно уже раскапываю исторические всякие факты про танго, мне лично очень было интересно, откуда пошел этот музыкальный жанр. И для меня было большим удивлением узнать, что изначально в музыку танго вложились много кто, но не итальянцы. Я почему-то считал, что поскольку у аргентинцев, ну, по многим оценкам историков, где-то до 50% примерно итальянские корни, и, конечно, я думал, что итальянская музыкальная культура, конечно, что-то привнесла в танго. Но это было потом, не с самого начала танго. Так вот, танго, в общем-то, произошло от смеси ритмов африканского кандомбе. Это жанр, который возник в среде рабов из Африки, как культурное проявление из музыкальных, танцевальных и религиозных черт различных времен Черного континента, которые населяли тогда территорию Бразилии, Уругвая и Аргентины, соседние страны, да, в Южной Америке. То есть, вот такой вот жанр кандомбе. Хабанера — жанр кубинского происхождения, имеет кубинские корни. Это песенный жанр, если коротко, но с четким ритмом в неспешном темпе. Испанский жанр — сарсуэла. Это форма, это уже более серьезный такой музыкальный жанр, даже не только музыкальный. Это форма сценического и музыкального жанра, содержащая инструментальные, вокальные и разговорные части. То есть, своего рода, это уже такая опера. Или, скорее, даже комическая оперетта. Это очень был популярный жанр еще там с XVI-XVII века, примерно когда он появился, очень быстро он распространялся на весь испаноязычный мир, потому что из истории мы чуть-чуть помним, что у Испании было очень много колоний, число которых в том числе и входили как раз вот страны, описываемые нами сегодня. То есть, Аргентина и Уругвай, в данном случае мы берем. Это были испанские колонии. Вскоре после этого добавилось еще андалузское танго, так называемое, или фанданго. Это жанр сольной песни под аккомпанемент гитары с элементами фламенко. То есть, с юга Испании, вот Андалусья, если кто-то когда-то был, уже ближе к границе с Португалией, Севилья, вот все вот эти замечательные и красивые места. Итак, если подытожить первый, скажем так, наш вступительный абзац, изначально у танго были африканские, кубинские и испанские корни, прежде всего. Далее. Большинство историков утверждают, что первые упоминания о танго, как я уже немножко сказал, про колониальные страны, про колониальную эпоху. Это я имею в виду эпоху уже середины где-то 19 века, когда уже на самом деле рабство заканчивалось, и колонии постепенно-постепенно обретали свою независимость. В то время уже бытовало такое слово танго, но танго — это был не музыкальный стиль, не музыкальный жанр, а так назывались вечеринки в африканских исключительно сообществах с музыкой и танцами. То есть такие вот дискотеки с музыкой и танцами. По одной из версий, одним из первых авторов — танго. То есть тогда это были еще не танго в понимании, может быть, таком, которым мы сейчас привыкли это слышать. Я, кстати, чуть позже поставлю некоторые примеры из ранних записей. Тогда еще это вот в середине 19 века это были еще не те танго. Это была какая-то другая, конечно, музыка. Вот смесь вот этих жанров, которые я уже перечислил, Кандомбе, Хабанера, Сарсуэлла. Фламенко отчасти. То есть изначально присутствовала скрипка, изначально присутствовала гитара. И вот в одном из первых ансамблей также значится кларнет. Вот по одной из версий. Даже был автор у первых танго. К сожалению, ноты не дошли до наших дней. Да и вообще это имя автора встречается крайне редко. Это был Казимиру Алькорто. То есть это был уже не африканец, конечно. Это был уже креол. То есть уже потомок эмигрантов. Креолы, для справки, это различные общности смешанного происхождения. Чего как раз было в большом достатке в Буэнос-Айресе и Монте-Видео как раз в то время и дальше, уже ближе к 20 веку. Так вот, Казимиру Алькорто считается, что он сформировал первый ансамбль с кларнетом и гитарой. Скрипка, кларнет и гитара. Первые такие инструменты. Дальше еще была флейта также. То есть это первые составы, которые исполняли танго или что-то типа того, скажем так. Вроде танго. По другой версии, одной из первых танго написала пианистка, женщина, Элуиза де Сильва. Танго. Да, вот Артем радуется. Вот, но это была женщина. Танго с таким недвусмысленным названием, если переводить правильно, бордель. Чуть позже появились и другие танго. Вот у нас у соло танго есть вальс номер один, который как раз Артем автор. А вот было такое танго номер один. Это я пока сейчас говорю про середину 19 века. Еще даже до официального появления так называемой Гвардии Уеха или Старой Гвардии. Когда пошли уже такие маститые, знаменитые оркестры. Не только дуэты и трио какие-то, оркестры уже пошли. И известные фамилии. Было несколько танго, которые, может быть, если и дошли до наших времен, они числятся безымянными. Вот, и есть, было несколько имен, скажем так. Вот, ну, не знаю, если вам будет интересно, в принципе, сами, в принципе, сами покопайте именами. Вот, я просто слегка обрисовываю, скажем так, атмосферу появления танго в мире. Как я уже сказал, к сожалению, практически не сохранилось вот этих вот первых партитур. Тем более, они, естественно, они не записывались в то время в силу просто физической невозможности записи 19 века, да? О чем мы говорим. Вот, первые известные записи, датированные началом 20 века танго. Саша, можно я, кстати, параллельно включу трансляцию экрана, буду показывать. У меня есть оригиналы партитур как раз, которые выпускались в начале 20 века из моей вот коллекции. Я просто буду листать, вы можете смотреть, как это вообще выглядело, да? То есть, это фортепианные клавиры, которые оркестры могли по своим нуждам, как говорится, аранжировать под разные составы. Вот, я буду просто показывать, можете смотреть там параллельно с тем, как Саша говорит. Но потом не забыть выключить демонстрацию. Так вот, я уже вскользь упомянул такое понятие, как креолы, да? Это смесь, этническая смесь населения. То есть, может быть, кто-то из вас слышал термин такой, креольское танго. Вот как раз это словосочетание, этот термин появился в конце 19 века. Он просто-напросто обозначал принадлежность танго именно к аргентинскому, либо уругвайскому. Потому что, как я сказал, уже было много всяких разных истоков, много корней. Вот чтобы определить, что это именно вот танго оттуда, из Аргентины или из Уругвая, такое танго, о таких авторах этого танго начали называть креольским музыкантами или музыкантами креольского танго. На самом деле, вот сейчас я вас уже немножко начал так подгружать какой-то такой более-менее скучной информацией, но могу дать один интересный факт, пока мы не отошли далеко. Вот как раз про того самого якобы основателя, родоначальника первых танго, по одной из версий историков. Потому что на самом деле историков очень много, которые изучали вопрос танго, и все они расходятся в датах, фамилиях, конкретно никто ничего не упоминает. Так вот, один из тех самых интересных фактов. Уже ближе к концу своей карьеры, к концу своей жизни, Казимиру Алькорта, который, кстати, был скрипачем и танцором, помимо всего прочего, как упоминается в источниках. Он сочинил танго, такое с откровенно паронографической и бордельной тематикой, и там еще были слова. То есть такие же были слова, похабные. И несколько десятилетий спустя уже знаменитый Франциско Канаро, известная личность танго, переаранжировал этот танго, поменяв также и слова, и сделав их более просто пристойными. И уже в этом варианте, а затем и в аранжировке Карлуса Ди Сарли, мы все знаем этот танго под названием «Карасусия». Или «Грязная голова», если можно перевести так корректно, более-менее. Я могу напомнить этот танго, немножко наиграть. Да, пожалуйста. Отлично. Отлично, супер, супер. У меня, на самом деле, осталось немножко еще сухой информации, и я могу включить пару музыкальных примеров, и дальше уже передам, делегирую слово другим своим коллегам. Значит, так вот мы плавно подходим уже к официальному началу, скажем так, к концу 90-х годов 19 века, еще 19 века, к официальному началу гвардии Вьеха, старой гвардии. Как я сказал о точных датах, годах возникновения танго как жанра, историки спорили всегда и так и не пришли к каким-то конкретным датам. Однако известно, что примерно в конце как раз 19 века, в конце 90-х годов, начали появляться первые партитуры танго, которые уже, к счастью, дошли до нас, дошли до наших дней. Вот, и в том числе эти два танго, которые я сейчас назову, есть в репертуаре нашего оркестра, соло-танго. Официально это первые танго считаются. Именно вот танго. Танго, который называется Элентерриано и Дон Хуан, всем известный. Собственно, автор Дон Хуана был одним из первых таких известных скрипачей, Эрнесту Понсу его звали, и он даже говорил, что я написал первые танго. Ну, говорить можно все, что угодно, как мы с вами знаем. Помимо него уже тогда появлялись уже на рубеже веков, появлялись уже известные впоследствии личности. Это уже были профессиональные музыканты. Поскольку, на самом деле, как я уже чуть-чуть сказал, что танго было изначально, появилось в такой среде вечеринок, где, конечно, было в основном преобладание музыкантов непрофессиональных, к сожалению, таких полусамоучек. Хотя на скрипке, я не знаю, как можно самому научиться, это довольно проблематично. Но вот уже к 20 веку появилась целая плеяда музыкантов уже с большей профессиональной подготовкой. Среди них были бандемианисты Висенте Греку, Хуан Маглио Пачо и пианист, конечно, Роберто Фирпо. И уже в начале 20 века эти музыканты, собравшись в небольшие ансамбли, начали выезжать уже даже за пределы Аргентины и на другой континент. Более того, чтобы популяризировать танго уже в Европе, ну и заодно упрощить свою популярность через радио, которое тогда набирало свою популярность в Латинской Америке, через газеты, упрощить свою популярность как раз на родине. Тоже пару имен буквально. Среди тех, кто одним из первых выехал на гастроли, были ансамбли, значит, было трио одно, уже с более типичным таким составом. Это было трио в составе Бандонион, Рояль и Скрипка. Были также фамилии, это был Висенту Лудука, Бандонион, Селестино Феррер, Рояль и скрипач Эдуардо Монелос. Не знаю, может быть, кому-то эти имена что-то и говорят. Но также интересен тот факт, что вот с этими музыкантами на гастроли вместе, как бы в труппе, поехала и пара танцоров. Тоже есть их имена. Это был Казимира Аин и его партнерша Мартина. Собственно, так вот зарождалась, так начиналась эпоха старой гвардии. Сейчас, на самом деле, уже давно настал тот момент, когда я должен поставить буквально пару примеров записей начала XX века. Может быть, кто-то из вас знает эти танго, наверняка, но вряд ли слышал именно в этом варианте. Отлично, я что-то поменял в настройках. Надеюсь, сейчас у нас получится с вами услышать музыкальные примеры. Так, если кто не узнал, это знаменитый танго Дон Хуан. Я могу напомнить звучание в нашей версии, хотя бы с бандарионной стороны. Сейчас, сейчас, подожди. Одну секунду. А хотя давай. А в нашей версии бандариона звучит так вот. Ну, идеально это бы слушать в общем микки, но можно в полной, если вы слышите эту записи. Большое спасибо. Сейчас буквально еще один-два примера, и я уже закругляюсь. Так, сейчас я поставлю еще одну танго уже другого исполнителя. Это танго, который называется Эмансипасион. И сейчас только что вы прослышали музыкантов коллектива Хуана Мальо Пачо. Мы услышали скрипку там. Я просто дифференцирую сейчас, да? Естественно, бандо неон. Но также там была гитара. В первых составах обязательно была гитара для ритмической структуры. И на самом деле, если вы услышите, это я вам сейчас включал именно танго. У танго того времени в Старой Гвардии был все еще, как бы отголоски из прошлого, все еще такой рваный ритм, немножко совмещенный с мерным. То есть там, падам, пам, пам, падам, пам, 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 пам. Это отголоски, в том числе, вот такой пунктерный ритм, это отголоски предшественника танго Хабанеры. Испанская. Самая известная Хабанера, можно в Ютубе, кстати, набрать. Потом, если не забудете, это из оперы Кармэ Бизе. Я не Мария Калас, я просто рекомендую вам после... Очень достойный, Саш, кстати, знаешь. Спасибо. Я просто рекомендую вам после как-нибудь послушать в Ютубе прекрасно исполнять это Мария Калас. Это, пожалуй, самая знаменитая, самая популярная. Это как либертанго среди Хабанер. Вот это самая популярная Хабанера. Так вот, я только что сказал о том, что обязательно были гитары. Вот сейчас я буквально ставлю последний пример, который мне больше всего нравится. И передаю слово уже, наверное, Илье. Да? Да. Ну, мне бы хотелось Илье передать. Все. Так, это уже, по правде говоря, это уже запись 20-х годов. То есть, немножко более чистый звук такой. Скрипач, намонейный скрипач Эльвино Вардаро под аккомпанемент своих гитаристов. Собственно, это было трио. Две гитары, там, да, и скрипка. Вот. Собственно, мы подошли к теме вопроса о том, что гитара – это оплот ритмической структуры. Танго. И здесь включается постепенно мой голос. Я сейчас, кстати, пока… Спасибо, Александр. Мы все ему аплодируем. Не слышно, но, по крайней мере, видно четыре окошечка. Я попробую все-таки продемонстрировать экран, если это получится еще раз, потому что есть кое-что, что показать. Можно маякните, если будет что-то видно или не видно. Не видно, да, ничего? Так, я не знаю. Пока черный экран. Я понял. Ну, хорошо.